Уже совсем скоро на карте Казахстана появятся три новые области. Это большой шаг на пути к процветанию регионов, которые с обретением новых статусов начнут свое развитие. Однако не стоит забывать, что административное отделение ведет за собой разделение средств, штатов, учреждений и прочее. Так произошло и в Семении, где недавно разгорелся скандал, связанный с помещениями колледжей, которые якобы хотели прибрать к рукам чиновники Новой Абайской области. Напомним, что после названного инцидента глава региона Даниил Ахметов успокоил родителей и студентов. Зданий для госорганов в Семении достаточно. Соответствующие планы по разделению областей были представлены в ходе совещания с первым заместителем премьер-министра Романом Скляром, который побывал в Семии с рабочим визитом. Готовится смертная документация на объекты, в которые будут переселяться областные структуры и территориальные подразделения центральных исполнительных органов, правоохранительных органов. По информации Акима области, для размещения ведомств в Семии имеется более 13 тысяч квадратных метров в коммунальной собственности. Еще 37 тысяч готовы предоставить бизнес-структуры. У нас есть полный план, какое ведомство, как делится, сколько финансов, какая штатная численность, какая площадь, какая техника. По каждому предприятию мы знаем, сколько переходит в одну сторону, сколько переходит в другую сторону. Разделительность, соответствующие ведомости, балансы подготовлены. То же самое сделано по всем секторам. Мы знаем, например, в сфере здравоохранения, какие больницы переходят. Больше того, подготовлены ведомости разделений, так называемых, общих систем. Когда, например, были специальные машины, которые могли обслуживать всю область. Теперь то же самое. Вся такая собственность, которая использовалась в общих целях, то же самое делится пополам. Также в ходе визита первого заместителя премьер-министра обсудили комплексный план развития семьи на ближайшие пять лет. На его реализацию выделено 260 миллиардов тенге. 107 уже направлены в работу по важным инфраструктурным проектам. Еще на 125 миллиардов предоставлены дополнительные проекты. Ирина Санникова, Ана Мацепула, Алтай Акпарат.